Кагалымчане постепенно втягиваются в футбольный процесс, предложенный тренерским штабом Академии «Спартак Москва». Двухразовые тренировки на поле, тактика, индивидуальные занятия, естественно, медицинское сопровождение и правильное питание. Тренеры, которые непосредственно занимаются и работают в Академии «Спартак». Виктор Сергеевич Самохин, который является куратором той возрастной группы в Академии, которую он ведет и здесь. Два тренера по технике и работе с нападающими. И тренер Вадим Олегович Романцев, который ведет 2009 год в Академии, здесь получил таких же ребят. «Спартак» – 12-кратный чемпион СССР и 10-кратный России. Тренироваться под эмблемой легендарного клуба – мечта многих юных футболистов. Историю традиций «Спартаковцев» ребята узнали с презентации команды. Хочу вам пожелать удачи, самое главное, потому что вы сами знаете, где играете и что у вас здесь. «Академия «Спартак»» – моя команда. «Живи футболом, играй и побеждай красиво». Проводником в истории клуба выступил мастер спорта международного класса, неоднократный придер турниров СССР и шестикратный чемпион России в тренерском составе Виктор Самохин. Он рассказал ребятам, что в Академии «Спартак» Москва, где он преподает, есть даже специальные занятия и викторины на знания истории команды. Я еще практиковал в свое время, когда я малышей тренировал. У меня каждую неделю они рассказывали, я им давал год, они должны были рассказать мне, кто был тренером, кто был лучший бомбардир, какое место «Спартак» занимал. Поэтому эта традиция, не зная историю «Спартака», если ты играешь за «Спартак», это, конечно, неправильно. Слайды, фотографии, архивное видео, статистика. Нынешнее и будущее поколение спортсменов должны знать, кто делал историю, завоевывал кубки и медали. Кстати, во многих клубах России, Европы и мира также чтят традиции, открывают музеи команд. Наша Академия выезжала в Барселону, выезжали в Ювентус-арену, где мы посещали музей Ювентуса. Это, конечно, хороший музей, но сейчас у нас музей «Спартака» на арене никакое сравнение не идет. Это у нас намного выше класса, где собраны потрясающие совершенно экземпляры. Воспитанники «Спартак-кэмп» с интересом слушают наставников. Многие еще до этой встречи интересовались историей клуба. Эмир Мусин даже успел побывать в музее команды. В прошлом году я ездил в Москву и был на открытии арене в музее, и там узнал очень много нового. Я услышала, что вот эти звезды, которые на самом ромбе, они доставались клубу очень нелегким путем. Футбол вообще самая известная и популярная игра на планете. Тем более, эти люди постоянно на экране пишут историю нашего спорта на футболах. Узнавать их, в принципе, приятно, наверное, как ребятам, так и тем, кого они узнают. В центре подготовки «Спартак-кэмп» все подчинено жесткому распорядку. После презентации обратно на базу. Тренироваться с еще большим усердием, чтобы добиться высоких результатов. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.